добрый вечер сейчас будет просто умопомрачительный контент тот который вы любите больше всего вам он заходит и давайте сразу перейдем вот к этому автомобилю многие привыкли что subaru ну вот их троллят да потому что это полное говно не едет там стучит цилиндр куча баек всяких каких-то приколов насчет этих машин но есть все-таки люди которые обладают крутыми субариками есть люди которые умеют их строить и сегодня как раз тот случай когда под капотом этого subaru поставьте на паузу ты напишите сколько там лошадиных сил в прошлый раз на самом деле мы катались и было много неоднозначности в тех заездах субариком что не смогли нормально заехать кто быстрее кто медленнее кто кого порвал многие зрители тоже вы кстати начали тоже возмущаться тому какие-то писать комментарии на самом деле мы специально сегодня собрались для того чтобы выяснить во первых рассказать про машину про ее начинку про ты про ее потенциал ее перерывы между прошлым заездом который вы уже видели и тем что произойдет сегодня еще доработали там теперь 800 лошадиных сил мы вам покажем график со стенда я так вспоминаю у нас на канале было много субариков и они кстати все вам запомнились были в основном из тяги и вот последний год почему-то у нас нет субару и тимоха постоянно говорит уже третий год наверное тоже вспоминает свой субару давай 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 купим давай купим ну в общем мы созрели до этого момента давайте просто для интереса на дроби посмотрим какие есть предложения по vrx стей 820 есть ханты-мансирик далеко нам ехать от собственника есть пометочка вот эту машину я знаю хорошая цена оценка нормальная цена можно вообще просто на дроме отсортировать по отличной цене и посмотреть вот сразу хорошая цена вот этого мы нацелились москве кстати посмотреть серый мат прикольный грбшка дром анализирует объявления по множеству параметров смотрит какой автомобиль какой пробег какое состояние уже вам делает отметку отличная цена нормальная цена или просто без оценки то есть можно просто сразу посмотреть и выбрать по отличной цене мы уже очень много машин купили на дроне на этом не планируем останавливаться, самые внимательные из вас могут написать в комментариях. Мы все равно все читаем и написать, какие машины были куплены именно на дроне. Поэтому, если ты хочешь продать свой автомобиль или купить себе новый, иди на дрон, а ссылку я оставлю в закрепленном комментарии под этим видео. Иван, владелец этого Субарика, вам все подробно расскажет, и мы поедем потом будем долбить, мочить, соревноваться, заезжать, что только не делать. Именно на этом Субарике вы увидите реальный потенциал этой машины. Всем привет, меня зовут Иван, но я обладатель вот этого чудесного автомобиля. Почему именно Субару? Почему не ВАГ-группа, современные все М5? Я так понимаю, что есть же возможность сесть на М5 до новой? Да ну, что-то не то. Осталось с молодых лет, когда было года 23, очень любил тюнинг, но тогда была девятка, тюнинговал ее, там тоже такая серьезная была машинка. Но тогда идеалом и эталоном были вот всем известный Субик и Эволюшн. Но построил дом, трое детей, счастливая семья. Ну да, Рэнш, конечно же, тут жены машина тоже очень мне нравится. Ну и решил вернуться в тюнинг. Покупал квадрики, что-то не зашло вообще. Ну и листаю, и конечно же, как увидел Субарь, не мог отказаться. Ты его купил именно в стоке, Стив, правильно? Нет, купил. Уже, я думаю, обхитрю всех. Знаю, что люди вкладывают деньги, много денег продают потом гораздо дешевле. Но посмотрел вроде по фотографиям, все. Блок гильзованный, шатуны, поршни, большая турбина, все такое. Написано 525 лошадиных сил. Поробил даже там настройщиков. Вот через Артема даже купил. Получилась смешная история. Как бы проехались. Артем говорит, нет, сил 400 в ней. Мне продавец пишет, нет, 525 сил, пожалуйста, найди стенд и замерь, сколько у нее действительно сил. Нашел стенд, загнал, но с трудом выжил от 426 сил и отъехал 200 метров, двигатель стуканул. Ну, как обычно. Обычно, мы всегда, когда покупаем Субару, мотор в первую неделю ложится. Ну, если бы я его положил, а то как-то на стенде даже обидно, я не успел ее положить. Как бы день поездил, да, и все. Но двигатель начал собирать в Краснодаре. Мастер Николай, но спросил. Николай? Тот самый? Да, тот самый рыжий, да. Спросил Ваня, сколько ты хочешь? Говорю, блин, Коля, 450 сил, это ж вообще кайф. Начал собирать 450 сил и понеслось. Субару тук-тук-тук, как твой Субару? Ну, тоже пацаны, как бы не знаю, я в чате, ну, думал, как бы свои ребята, они все начали эти, ваговоды, вагодрочеры. Она старье, она там, блин, больше 200 не поедет. Ну, троллили, троллили меня, и я как бы уже злился и как бы начал добавлять туда. Хотел стандартные валы, нет, поставил злые валы, поменял турбину. Ну, вон стоит, кстати, такой элемент декора. Вот стояла Боргварнер, ну, неплохая турбина с американских автобусов, вроде как. Чтобы ее раздуть, надо литра три с половиной четыре. Поставил Пульсар 3076, она вагарты. Поехала, в принципе, очень хорошо. Заехал на стенд, настроили, ну, настраиваем технологии, Денису ШКС посоветовали, то, что лицензионный Экотек, как бы там действительно машины едут. Получилось 500 сил, таких живых настоящих, без метанола. Установил метанол, с метанолом получилось 580. Ну, вроде бы все хорошо, настроен, конфиг готов, денег валил. Ну, погонял зимой немного. Ну, что-то, думаю, блин, ну, не нравится мне под капотом. Ну, вот реально срань была полнейшая. Вот выхлоп был настолько мерзко сварен, хоть на 76 трубе, как бы швы, но я сам сварщик гораздо лучше варю. Ну, решил под капотом сделать красоту. Ну, соответственно, то на данный момент имеем. Сделали коллектор, на 1000 сил сварили из нержавейки. Турбина Precision 6870, очень хорошая, 1200 лошадей. Ну, пайпы все, соответственно, развернули дроссельную заслонку, сдвинули генератор. Ну, чтобы это все поместилось, убрали кондиционер, выкинули его. Сварили хороший выхват на 89 трубе. Ну, и как бы выдало вот данные силы. Давай с ГТРом заедем. Ну, запросто, почему бы и нет? Ну, ты на деньги, не на ключи, просто заедешь. Да и... 32707. Отлично. Тачка едет, ну, 665, 120 в среднем стоит 2 едет. У тебя сколько едет? Пусть будет секрет. Наверное, да, давай секрет. Ну, дам бой, это точно. Единственное, что, конечно, мне тренироваться и не тренироваться, одна из самых главных в этой машине, это трехдисковое сцепление Exidy. На самом деле, очень такая вещь. Тонкая, очень спортивная, да, но к ней надо привыкнуть. Скорости втыкаются очень жестко, она без люфта. Да, настроенная, ой, забыл, какой-то шифт, но без сброса газа. Газ в пол после 6000 с половиной можно втыкать без сброса газа. И она переключается прям вообще моментально. Ну что, погнали? Погнали. Горжусь, что в нашей стране есть люди, способные создавать электронику на уровне топовых западных брендов и с адекватным ценником. Тюменский Илон Маск и его наушники CGPods от компании Case Guru уже четыре года в лобовую конкурируют с яблоками и опережают AirPods по динамике роста пользовательского интереса. Функции не придумка маркетологов, а железобетонный факт. У CGPods самый большой в мире динамик – 10 миллиметров. Антропометрически выверенная форма. Наушники не жмут и не давят, и не выпадают, в отличие от яблочных. CGPods Allure – новинка в пяти цветах. Микрофон с шумоподавлением отсекает внешний шум. CGPods X с самым прочным кейсом в мире. Держит нагрузку в 220 килограмм, плюс наушники обладают влагозащитой. CGPods Air Pro – микрофон такой же, как у яблочек, с кристальным объемным звуком. CGPods стоит в четыре раза дешевле яблочек. Скани QR-код на экране или переходи по ссылке в описании – там тебя ждет промокод на скидку в 200 рублей. Короче, заводишь M-режим, потом DSC OFF, EDC должно быть включено, коробку вручной, давление максимально, коробку от себя, рычаг, зажимаешь две педали и все. Давай стартуй! Все говорят стартуй! Что такое? Вадим, садись, стартуй, у тебя бабла полно. Сразу здесь лям положишь вот так на кресло и пойдешь домой. Меня спросили, как включить, я сказал. А что, на C-шке не работает? Мы не имеем. Да. Кто у меня по C-шке? По C-шке. Сейчас Мерседес позвонит. Алло, как теперь на C-шке сделаете? Это вы касанете по всему Воронежу? Нет. В смысле не вы? Домина московские. Но вот эта, по-моему, стреляет в C-шке постоянно жестко. Так, дайте чего. Я сам видел вчера. Это былое дело. Ну вы чисто дрифтеры или что? Нет, мы на все дома сидим. В домино играете? А ты на ней выхасанишь? Нормально? Вчера я видел, говорю, на революции долбил. А ты вчера уже ездил. Ну, пару раз туда-сюда она проехал. Пару раз со светофора. Он вчера ее купил только у нас. Вы все продали, получается. Мы ее продали, да. А не страшно такой машиной владеть? Ну, я только один день владею. А что у тебя было до этого? У меня двадцать первый был 5,5. Двадцать первый тоже? Мерс. А, 222. Да, 5,5. Ну, вообще перепродаю машину. Ну, были там C-шки, но они были все обыкновенные там. 1,6. 1,6. 1,6, 1,8, да. Первая отсека знакомства с такими. А ты на перепродажу взял или нет? Да смотри, как вчера было. Я вчера продал все, что было вообще у меня. У меня в основном... Ну, да. Вот. И появилась денежка чуть-чуть, и товарищ не означает говорит, если хочешь, мы можем отдать тебе в ноль. Мы накатались? Вот. Я подумал, подумал, походил, и в итоге я получаю, что отсчитал мы деньги, сел и ехал. Все. М2, как на картинге ездишь, она очень такая юркая в потоке. А насчет дрифта, она очень быстро выравнивается. То есть ты только боком ставишь, и она сразу же пытается выровняться как-то. А эта машина ты ее раз поставил с первой, вторую, третью, там, выход уже может быть, там, со 120 и уже. А не помощь, если не хватает либо короткая база, инерции нет. Да, у нее вот с инерцией как будто. Она просто ты ее ставишь. Во-первых, эта машина очень эффектно дрифтит. У нее выворот очень огромный, вот сэшки. Она прям как будто вот так ставится, и ощущение бывает, что ты уже как будто вот так как-то едешь. Вот так. И очень долго можно держать, и очень долго. Вот эту машину, на ней дрифтить в принципе противопоказано, потому что... А тут же она не переключится просто. Ну короче, у нее когда на первой начинаешь идти, и когда первая уже как бы там на пределе своих оборотов, включаешь вторую с ударом, ее может либо развернуть просто, и где-нибудь в отбойнике будешь лежать уже потом. Мы когда ее покупали, она очень сильно троила, она никуда не ехала. Хотя нет, она ехала... Но вы ехали за ней, были уверены, что все, все вов. Да, подборщик до этого смотрел. За день до этого подборщик смотрел и сказал, что с ней все хорошо, она ездит, там в М-режиме она тоже работала. А я не знал вообще в принципе ничего про них. Виталик говорит, М5Е60 нужно проверять в М-режиме. То есть когда включаешь, у нее там дросселя как-то по-другому работает. Вот, я нажимаю газ, она все вот так дергается, я никуда не едва шипку кинула, она даже там в горку не поднялась у нас. А я честно брать не хотел, вот прям вообще не хотел брать. Вот, и человек говорит, сейчас мы найдем заправку, сотый зальем и все будет нормально. Я в эти ситуации никогда не верю, что бензин может помочь исправить, ну это же всегда бред был. Мы заезжаем на заправку на Лукойл, заливаем сотый бензин и все прошло. Это в обычном режиме. Это в обычном режиме. Стабилизация. Что кто поедет? Можно опять и субарь сейчас. Ну давай попробуем. А что такой счастливый? Так страшно. Просто покупатели стоят у дома уже. Я за это боюсь больше. Ты просто потом им скажешь, чтобы к сервису переезжали. Сейчас в дом, потом и сервис. Вань, ну ты уверен, что ты проедешь БМВ? Если все воткнется, то уверен. Давайте, пацаны, разорвите этого субовода. Да. Что? Терапульт, а чтоб я улетел? Вообще еще не там. Оооо. Надо сейчас. Интересно. Чтоб. Станы шестиденьки поедем. Сейчас получше она едет, да, чем в прошлый раз? Ну, прострелок нет. Она прострелок. Терапульт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Граф высокой. Хорош, хорош, хорош. Я за это отключил, и я в слабом режиме поехал в спорте. Как пой слабый, мне уже будет страшно. Это сын. Я с вашей шейфом включил. Девять. Кого? Шесть? Равняемся капот с капот. Раз, два, три! Давай, давай, давай! Да вообще без шансов. Страшно. Я по видео смотрел, ты ничего не боишься. Я все боюсь. Я тебя услышал, снова страшно. Ну, блин, редко приходится на таких машинах. Я рад, что напугал тебя. Не надо, мне больше так пугать. Ну, Антон, ну я иначе как. Равняемся. Ты готов? Равняйся, сравняйся с ним. Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три! Нереально страшно мне было, но звук, да я ему орал, ты реально псих, нахер ты построил такую машину, он говорит, я не знаю. А 5 слабая или она мощная вообще? Она мощная, у него 5 секунд 100-200, он говорит, вчера померил, с пассажиром 5 секунд 100-200. Ветер едет 6,4, получается сейчас вообще пропасть будет, страшно вообще, Вадим, давай ты будешь ездить в салон, а я поснимаю, иди садись. Ну что, Вадим, доволен? Не, ну более или менее втыкалась. Очки-то тоже в очках стоять, и музычку наложить. Джонни Браво. Ну, это всего лишь моя работа. Очень громко, не слышно было моих оборотов. Ага, это моя фишка, да. Звуком всех давить. С машиной. Как-то невеселый. Да, тут и не веселье, а страх, наверное, даже. Неделю назад я еще боялся, я сейчас уже как-то... Она уверена на дороге стоит, нет? Ну да. Ну, только мне кажется, что он все время смещается куда-то в полосу, когда едет. Смещается, это привычка дурная, это на любых машинах. Ваня настолько сосредоточен на разгоне, что он вообще влево или вправо. А я от центра дороги держусь, да, да. Это у меня... Его на силу пропускают между далесами. Беворуку. Может. Да не, ну вчера сам один коммент был, но в другом чате там пишут. Если ты такой патриот России, почему у тебя на аватарке фото американского спортсмена? Говорю, ну это вообще-то мое фото, но... Вы приятные. Так, что с Audi, 3 литра дизель. Мы готовы. Считаешь конкурентом? Что? Да. Да, вполне. Сколько сил? Сил 320. Шитый? Да. Ну вообще без шансов. Хотя смотри, все, пошел. Пошел. Сколько? Нормально, нормально. Мерседес все-таки едет, а не BMW. Неплохо, да? Зацепился. Ты когда кушаешься? Да, я думаю, что через пару-тройку недель что-нибудь будут приглядывать. А аватарку, на котором ты сегодня приезжал, он быстрый? Нет, нет, нет. Он такой, чисто городской хулиган. Кукурузным полям гоняйте. Да, резину ставишь и полетели. Скажи, пускай разворачивается. Разворачивайте, сейчас ходом поедем. Все, давайте. Раз, два, три. Без шансов. Зацепился. Да, надо. Без шансов. Серьезный соперник, конечно. 63-й. Универсал у нас городская машина. вот ваш охваленый ауди, мерседес сила, хоть сходу, хоть с места картошку забыли выгрузить, целый багажник картошки, папку просил отвезти бмв с цешкой едет, я за цешку, сейчас будет интересно не размотай пожалуйста, у меня планы еще есть на сегодня давай перезаезд, уже сломалась? не понял, коробка на троиха уберет что-то ну сейчас работает все? да, да а сколько сил в цешке? ровно так же как в этой 510 да так же? обе атмосферки что давайте с 80 может быть? с 60 в другой couе идти по pessoе бегает потап billion опять в отс Вы проект за Чуть-чуть проехал, при том, что у нас машины, по идее, тяжелее. Я сейчас затраю сейчас передачный. А ты вручном ехал, что ли? Да, да. Почти на здрябнождю, да, ехали? Ну, я тебе скажу, что не страшно. Я что-то думал, что вообще в них страшно. Едешь, да едешь. Не страшно. После Субаря не страшно. Слышишь, вообще, да, вот, какая кайфа. Вот, придут, да? Ага. Вообще, когда чуть по чуть, там одна чуть сильнее другой, вот когда там, а еще там, если на механике надо уметь все это делать, вот это интересно. Человек, который приедет вот эту машину покупать, первый вопрос он задаст, а как я в ГАИ на учет ее поставлю? Я ему скажу, а никак. А я ставил ее абсолютно официально. Ему не понравился нулевик очень такой. Он говорит, а вот это не стандарт, я говорю, нет, это фильтр. Он, а, оставлюсь нормально, да. Он даст спойлеры, вот это точно. Это заводская конструкция. Я говорю, нет, это заводская конструкция. Нам стиху обычную не ставили на учет, типа, спойлер не завод. Я им картинки показывал, это завод. У тебя помнишь, что нас три еще докопались на капоте, которая у них заводская? Да и вообще любитель BMW или Мерседесов больших? Мерседесов? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тачка не для дрэга, это тачка по городу просто шишковать. Но надо иметь, скилл хороший. А Volvo что, слипер там сил 800? Что значит слипер? Это скрытая, типа волк по венчей шкуре. Мне даже не с кем здесь гонять. Тимух, ну стыдно не знать. Тут даже не зумерский сленг, понимаешь? Да я думал, он как раз зумерский твой сленг. Да ни хрена. Ну короче, с места на них 507, 110-507. Я с ланча поеду один. Я поеду на максимальной карте 1,4 на 1, без ланча, буду тебя пытаться догнать. Думаю, что, не знаю, что будет дальше. А назад ходом едем уже по боевому. Да, я не уверен, что воткнусь вовремя, как в передачу. Да, да, да. В передачу. Тоже не уверен. Если и если. Короче, мы едем в ГТР вдвоем. Ваня, ну он сколько ты весят? 300 где-то? В принципе, все ровно. Хоть раз на ГТР прокачусь. А то сколько как не едем, то кардан оторвется, то еще что. В этом не должно быть, надеюсь. Я помню, 4 года назад ты меня попросил прокатить тебя на ГТР, и ты точно так же сидел справа, и у нас оторвался кардан. Да, и у меня вот здесь по ногам. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ты готов? Да. Это был выигрыш. Он думал, что мы на одну секунду раньше поехали. Он сидел такой, ну нахер этот асфальт, поеду по грунту. По грунту точно объеду. Да не, выравнивайся. Выравнивайся по капоту. Раз, два, три. А на 95, блин, и 102 масла. Думаю, ладно, трогаться. Пока, блин, туда-сюда, туда. Смотрю, 101 уже, это, антифриз. Слушай, ну а прокатись, продуй. Че они так стоять сейчас? Ну давай, прокачусь и продую. Ты когда поедешь, обратно, просто мы сразу выйдем и все. Давай, я туда-сюда. Ну, во-первых, куда уехал когда? Мы думали, что он думает, что с нами до сих пор гоняется. Он первый, просто мы в зеркалах потерялись. Выигрывает. И он до Воронежа, короче, лупил полностью. Ну что, мы вовремя остановились. Да? Да, да, да. Уже все на панике конкретной. Будем дальше. Они, наверное, думают, ее, наверное, уже со столба. Скоро будет быстро ее марать. Да он уже тут коробку писал, уже переживает, говорит, против. Сейчас главное понять, чтобы он еще лайн включил. Давай. Все, там что-то полетело у него. Что-то у него какие-то страшные звуки были. Очень страшные, как будто коробка разлетается. Что, 60? Выравнивай с нами. Раз, два, три! Не попадаем. Опасно он ездит, знаешь что? Он его виляет по полосе. И не поймешь, как он у тебя сейчас въедет перед ней крылой или не въедет. Но быстрее машина. Машина, да. Тимон, а? Может ты сядешь? За Субару. Слушай, нам прям не попадало много передач. И мы его в этот момент догоняли. Машина быстрее. Мы туда ехали, мы думали, что у него что-то развалилось. Там реально какой-то... Какой хруст был у него прям. Я думал, коробка сейчас вот так посыпется по асфальту. И дым какой-то шел из-под нищи. А потом на развороте вроде раз машет, все, поехали. Мама еще за хрень такая проваливается. Гляжу, Ланч на четыре с половиной стоит. А стоял на шесть. Нечаянно его блин сбил. Я думаю... Сейчас. А вот потом ехали, ты вот отстал в переключение. Ты не попал или что? Потому что звуки страшные были, что у кого-то что-то вывалилось с машины. Нет, это враг надо. Может, это... Крякнет, перейду на автомат или что-нибудь такое. Ну, надоело уже. Вот это втыкать, не попадать. Нафиг оно надо, да? Неханика в вчерашний день сегодня. Не, а когда надоест еще турбина, то на электро ее переведешь и все. Плейт купить, срастить. Нет, это я не люблю. Вообще не люблю. Электродвигатель вообще не тянет, абсолютно. И они все разные. Опять, ну, что-то перениматка. Не попад. Не, ну, стартанул он, пацаны, да? Крепко, крепко. Заими колесами. Раз, два, три. Слушай, ну блин, ну вот в тот раз так же гоняли. Вот эти обрывки гонок какие-то. Попроси, ты тогда, помнишь, проехал? Нормально ты поперся. Ну, он сам подошел, говорит, хочешь, ты попробуй. Всяк за руль сейчас и мы проедем. Ну, слушай, стартанул он отлично. Да у нас обрывки гонок. Вон там бросил, потом ходом бросил. Надо Тимофу сажать за руль и ехать нормально. Только не долги, не продай. Такова М5? Ну, конечно, если ее быть положено. Давай, могу. Смотри, сцепление сразу не сбрасывай. Вот и ланч. До половины чуть-чуть она в буксах перестает и сразу отпускай. Там примерно секунды или полчаса. Это что за такой прием? Если ты сцепление сразу бросишь, ее, блин, фок с буксом нанесу. А, да нет, нормально все будет. В любом случае все вот эти вот помогающие системы в машине, они, ну, они убирают ей показатель. Поэтому ее должна поехать, ее должно понести, ты должен ее поймать и поехать дальше. Антон Сотко замерял 0100. Ну, я примерно представляю, как он едет. Сколько? Ну, я думаю, 2,931 планчо. А так, что сейчас ехали, 3,4, 3,6. Так, инструктаж прошел. Привыкни к аппарату. 640 лошадей, райд. 750, одуреть. Все, доказано. Третья только не втыкается и все, да? Ну, у меня не втыкается, так все втыкается. Сейчас нас ожидает в качестве на другой заезд. Я на это очень надеюсь. До встречи. То есть в тот момент, как там Тимоха в кабине, можно так сказать, в кабине Субару, изнывает от пота, нервничает, мы едем в комфорте. Сейчас... О-о-о-о... У-о-о... Разница. Ум, так не втыкается. О-о-о ... О-о-о-о-о... Сидеть! 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 Так а что у тебя третья? Она упирается просто... Ну блин, наверное, между первой... Во-первых, там сцепление очень такое чувствительное. Она безлифтовая вообще. Надо, чтобы четко момент сцепления попал в третью, бросил. Во-вторых, надо докрутить больше шести с половиной, чтобы было. Тогда только она попадает. Я первый раз сейчас только вдохну. У меня была перегрузка. У меня в восторге вообще в полном счете. Мы проехали достойно. Слушай, ну то есть вот эти все старты, Саня за рулем, ты им не верил, да? Я верил, но у нас как бы так качественно надо поехать. Старты у него сейчас вообще как зашибаты. Ну вот, Тим показал. Истинное лицо. Тимок, левый ряд возьми. Жетинись ты давай. Левый ряд возьми. Жетинись ты. Левый ряд возьми. Раз, два, три. Левый ряд. 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 Вот это получилось, да? Вот что надо было сразу делать. Тимоку сажать за руль. Вот это бомба. Ты видел, как он нас проходил? Видел, как он нас проходил? Вообще. Можно еще с места разочек добавить. Понравилось, да? Да, давай. Мне тоже. Давай еще сообщим ему. Походом у нас вообще без вариантов было. Я просто за ГТР болел. Он мне посимпатичен. А если сейчас? Да. Ну, жизнь такая жестокая штука. Ходом Антон нечестно поехал. Во-первых, по рации ни хера слышно не было. Я понял, что ты поехал ходом, когда ты уже поехал. Чтоб ты понимал. Ты наобъехал ходом? Да. По рации не слышал. Я слышу что-то. Ты говоришь, говоришь, и мы поехали. А я тебе говорю левый ряд. Левый ряд. Вот. Я только с третьего раза слышу. Раз, два, три. Ну, ты нас просто попал. Артем, ты не глуши. Я не попал. У тебя третья не воткнулась, когда со старта. Ну. Ну, надо просто... Ты не сдался. Я сдаюсь, блин. А ты красавец. Мы его не догнали. Совершенно. Я хочу с места третью попасть, чтобы примерно выпали тут. А мы вот там. Разыгрался аппетит. Ходом капец. Он просто где-то сзади и просто нас проходит. Мы догнать не можем уже. Нормально поехал, чувак. А видишь, какой момент ГТР. Вот ты понял, что когда с 80, я всего лишь один раз переключаюсь. И тогда шансов нет. А тогда с 60 я бум, не попаду, бум, что-то теряю. И тогда вот ты лучше едешь с 60. У меня в ГТР вестибулярный аппарат аж чуть дернулся. Что там было в стихе, не знаю. У мопеда, наверное, глаза помутнело. Как на реактивном при взлете на секунду потерялся. Косят, надо брать стиху. У него глаза от скорости вот так разбежались. О, господи. Говори с 80. И на третий так же доставай. Говоряйте с 80. С 80. И на четвертый доставаешь и все. И на четвертый доставай, например, у меня в ГТ Debbie達ирounds. а чё ты ему там рассказывал вот были подготовки технических рассказал как третье включать да нет там больше моральная поддержка давай расслабься подумай да 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 ты победишь и там показал Сейчас быстрее поехала и туда и обратно. Видимо, уже знаешь, первый раз он ехал же как пристреливался, а сейчас уже прямо пошел нормально. Я уже просто расслабился, получал удовольствие. Ну, у тебя сейчас огонь в глаза. Впервые мы проехали нормально за месяц, сколько раз пытались, а сейчас уже я знал, что так поедет. Захотелось с ланча поехать, но оставим это для следующего раза. Чей айфон кому нужен? 14, на, подарю. Спасибо. Сейчас спрос, брат, за него будет. Как говорится. У кого телефон? Спрос с Антона будет. Представь тебя без сухого. Ладонь, найдут то у тебя его. Почему с Антона? Мне подкинули. Закинули. Подкинули. Ваня, у меня добавили твой телефон, можешь его придушить? Эти, плотские утеки придушить. Ну, с Богом. Ваня, Ваня, а ты убивал тебя? Нет, я добрый. Еще не. Блин, вчера, вчера вообще М5-ю так продали просто кошерно. Ты б видел эту продажу вообще. Никто даже не катался. Ну, мы сказали себе, потому что это такое просто трение. Привет. Привет. Ну что, будем суету наводить? Поздравляю вас с продажей. А что роллс все не купите? В процессе? Торговка. Ну ты бы в роллсе не смотрелся. Прикинь, едешь в дрифте по Воронежу. Да у нас эта идея живет уже месяц. В процессе пока что. В процессе. Там несостыковка в 500 примерно. Что в 500? Тысяч? Не хватает? Нет. Да хватает. Скинуть не получается в 500 еще. Первая цена 8. На какой-то шляп вообще. А нам за 7 отдают. А мы за 6500 хотим. Да. Чтоб точно был зазор грустный. Ну, хотя бы в ноль отдать его, если что. Прокатиться, понять что это. Хотя бы в ноль его отдать потом скинуть. Ну что, как вам воронежские замуты? В общем, я вам предлагаю, напишите в комментариях. У нас есть идея одного очень крутого продолжения всей этой истории. И вот то, что вы сегодня увидели, это просто завязка огромного сериала. Если вы хотите увидеть этих пацанов дальше. Как они развиваются. Как они занимаются. Вообще всю их историю. Потому что я ее уже знаю. Я знаю, что было. И предполагаю, что будет. То напишите комментарий. Поставьте лайки под этим видосом. Ну и также напишите про Ваню, про его Субарика. Если вы хотите еще посмотреть, что она может против реально быстрых соперников. Потому что я считаю, что GTR Stage 2 ей просто там не соперник. Опять же, пишите комментарии, ставьте лайки. Я вам желаю хорошего вечера. Хорошей ночи. И хорошей рабочей недели. Но мы погнали дальше. Для вас работать. Работать для вас. Снимать новые крутые видосы. Поехали. 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 Он деловой. Сидит в пацаны. BMW сел сразу ему. Глянь как Ваню раздул. Вадим, когда увидел, как БМВ стартануло?